Флору До сих пор Не была написана ни разу Вот мы в 17-м году Начали Три тома вышли в прошлом году Третий том, который Ознаменовал середину Мы прошли середину Потому что из 1300 видов Было опубликовано 750 И четвертый том В общем тоже сейчас Находится уже на стадии рецензирования В РФИ Так что я думаю, что мы Продвигаемся совсем хорошими темпами Флор выглядит стандартно Здесь распространение Иллюстрации для всех видов В отличие от многих других Недавно изданных флор И для всех видов По административному делению Причем крупный Субъект федерации подразделены Вот и Путин на 10 Дано распространение По 116 районам С третьего тома Мы стали также включать и Крым Который в первую не вошел Но в общем эта флора В некотором смысле продолжает Наш двухтомник Который был сделан для Центральных районов России Где было Нам казалось тогда примерно половина Ну что стоит увеличить Два раза Не такая большая проблема Но вы видите По времени прошло очень много лет Между вот этим двухтомником И временем Когда нам все-таки Удалось начать Издание Флором Хофф России И это связано В общем-то С молекулярными Революциями В третьем году Я еще На конференции В МГУ Представлял вот эту картинку В общем поехало все Скажем Семейство гипнация Десятки родов Сотни видов Разделились Так Здесь была полная чехарда С названиями В разных странах Мы в несколько лет Пробивали Вот эту первую статью В таксоне С выпускницей нашей кафедры Насти Будяковой Из глухой тульской провинции Которая Потом стала гардинер В общем мы опять Все-таки Эту статью Опубликовали Показав Что гипнация Вообще Один вид Может быть Широко распространенный Несколько Других Вот Прошло Еще довольно много лет 15 Чтобы мы Эту работу Докончили до конца Еще раз Получилось Такое Продолжительное Более двух лет Бодания с таксоном По поводу того Как устроена Систематика В этой области В результате Род гипнум Только один род гипнум Да Он В 16 Чего там Родах В 8 семействах Значит Но это вот уже Так сказать На самом деле К счастью В прошлом году Вышел новый чек-лист Европы Где вот эта наша система Так сказать Представлена Как главная Вот Так что этим можно Гордиться Но в некотором смысле Вот Вот эта вот Картинка показывает Некоторую общую бухгалтерию Насколько увеличивается Количество видов После ревизии Включая молекулярные Данные Здесь Некоторые виды Конечно Очень сильно Увеличиваются Ну как Небольшие Роды Был один Стал 6 Так сказать Значит Вроде бы 600 процентов Значит Гораздо более Сложная ситуация Оказывается С крупными Родами В которых Видов Увеличивается В два раза И это Вообще Говоря Так сказать Ведет к тому Что нужно Пересматривать Вообще Говоря Просто все Что было Накоплено За предыдущий год Потому что Границы между Видов Видами Очень сильно Уезжают Ну вот С 6 Диум Так сказать Было Так Был Вид Который Распространен По всей России Значит Он довольно Редко Встречается На западе Европейской Части Все остальное Это другие Виды Вот Здесь надо Пересматривать Все В прошлом Году У нас Вышла Статья По Туминтипному Это распространенный Вид на всех Болотах Всегда думали Что у нас Один Потом Нашли еще Один В Азии Включили Его в Красную Книгу Потом Его пришлось Исключить Потому что Он вообще В России Не встречается Но тем не менее В Азиатской России Встречается Другой вид Туминтипному Инвалютам Который Растет Вообще Говорят В относительно Сухих местах Он в листиничниках Растет С брусникой Относительно Сухой тип Иногда Просто Садельвейсом И федрой Даже Туминтипным Он В креолитозоне И заходит По северам На Шепетсберген ЗФИ В Воскогорьях По границе Швеции И Норвегии Там тоже Встречается Вот А теминтипным Нитенс У нас Шире Распространен Конечно Вот Но с ним Интересно Получается Что он Разделен На три На четыре Скрытых Вида Причем По Морфологии Они не Отличаются А по Экологии Очень Интересно Так сказать Два Довольно Распространенных Причем Они активно Заселяют Например Зарастающие Турфоразработки И Один Даже Встречается На острове Который В петле Курской Атомной Станции Совсем Недавно Там Поселился Получился Самый Прекрасный Болот Даже С Липарисом А Другой Гаплотип Встречается Только На тех Болотах Которые Самые Богатые Реликты У нас Где Последние Болота Где Сохранился Треглёхин Моритимум Последние Болота В Московской Области Где Растется Ксифрага Хиркулюс Там Растет Только Тот Гаплотип Который Встречается Большей Частью В Швеции Но Есть Еще Точка Даже В Синьцзянь Угурском Автономном Округе Почему-то При том Что Вид Остается Один Его Экологическая Природоохранная Ценность Оказывается Очень Различной Это Интересно Вообще Говоря С молекулярными Данными Все Очень Хорошо Происходит Значит В географии Можно сказать Что Хорошо Известны Два Центра Повышенного Разнообразия На Дальнем Востоке На Кавказе Понятно Что Неморальная Флора Сильно Обогащает Здесь Вот Эти территории Но Если Говорить Не о Разнообразии А о Своем Образии То Конечно Выделяется Зона Вечной Мерзлоты Это Прекрасная Территория Которая У нас Представлена Гораздо Больше Чем Где бы то ни было В Америке Она во много раз Меньше Территория Очень Отдельные флоры Мы в прошлом году Подвели Некоторые Итоги Отдельный Флор Очень Небогат Но В то же Время За 100 Км Делается Список Локальных Флор И он Очень Сильно Отличается Поэтому Якутия Разделена На Многие Районы И Районы Которые Мы Принимаем В нашей Флоре Они Были Взяты Из Трудов Караваева Который Значит Сделал Районирование Которым Пользуются Все Якуты В своих Книжках Вот В Якутии Борис Юрцев Очень Пропагандировал Интересные Типы Растительности Тундростепи Где Сочетаются Тундровые Степные Элементы Но Если Посмотреть На Мхи То Можно Даже Продолжить Эту Тему Здесь Получается Так Что Образуется Фактически Лесопустыня Потому Что Некоторые Виды Которые Преобладают В Гобе Где Не каждый Год Вообще Дождь Бывает Растут Среди Листеничника Потому Что Осадков Крайне Мало Большая Часть Растительности Питается Водой Которая От Мерзлоты Попадает В их Корни А на Скалах Таким Образом Среди Леса Может Обнаружиться Совершенно Какая-то Неумрачительная Комбинация Видов Которые Совершенно Невозможно Было бы Здесь Ожидать Исходя Из Общих Соображений Вот Здесь Мы Нашли Андрео Бриум Живой Ископаемый Отдельный Класс Который Считался Американским Эндемиком Значит Вернее Американский Эндемик И много Других Видов Видите Вот Я Несколько Сюда Для примера Взял Чтобы Показать Что Виды Которые Там Обнаруживают Это Это Не Какие Редкие Там Вот Мы Нашли Что Новое Где Там Мы Неизвестны Это Распространенные Виды Очень Много Распространенных Видов Оказывается Открытыми За Последние Вот Эти Десятилетия Когда Началось Вот Это Изучение Вот Вы Можете Посмотреть Там Рос Каулерия Практически Точно Его Распространение Совпадает С Вот Этой Самой Зоной Вечной Мерзлоты И Вот Наши Два Самых Распространенных Очень Интересных Изолированных Эндемик Миринера Тундифолия Платидикция Акумината Тоже Фактически Ограничены Зоной Вечной Мерзлоты Ну На краю Этой Зоны Встречается В честь Выпускника Нашей Кафедры Описанный Рот Афонине В Даурских Степях Который Выдержал Все Молекулярные Виде Как Самостоятельный Хороший Рот Ну Вот Некоторая Общая Бухгалтерия Ну Наверное Сразу Можно Сюда Перейти Значит Она Что Говорит Что В общем Видов Десять В год То есть Один Процент Годовых У нас Гарантирован Вот И Надо Сказать Что Не Только У Нас Если Мы Возьмем То Что Происходит В Европе То Что Происходило В Америке Вот Не в последние Самые годы А вот Когда Они Активно Готовили Свою Флору То есть Практически Так сказать Один Процент В год Прирост Видового Разнообразия В наши Дни Благодаря Вот Этим Самым Методам А значит За 30 Лет Это Треть Флоры Вообще Говоря Из этого Следует Что Надо Пересматривать Все От начала До конца И Нужно Проводить Большие Ревизии Определять Материал Снабжать Детерминатками Вот Как Алексей Петрович Говорит Все Очень Правильно Так И Вот Это Вот Та ситуация В которой Мы Сейчас Находимся Очень Актуально Пересмотр Фактически Всех Коллекций Вот Но В то же Время Добавляются Новые Новые Так Задачи Штрихкодирование Сканирование Которые Призваны Были бы Улучшить Так Нашу Жизнь Вот Но К сожалению Получается Так Что Так Из-за Того Что Вот Это Вот Очень Трудозатратная Очень Времезатратная Работа По Возне С коллекциями Она Оказывается За пределами За пределами Так Так Оценок Которые Дает нам Вот это Прекрасное Здание На Улице Тверской Вот Фактически Статейка В скопусе Так Оказывается Дороже Чем Фундаментальные Знания Многоатомные Здания Которые Вот Получаются В таком Случае Поэтому Положение У нас Тяжелое Вот И нужно Вставать На защиту Все-таки Наших Базовых Работ С коллекциями Их Тщательной Проработки От начала До конца Что Вот Мы В общем Пытаемся Делать Нам Немножко Даже Помогают В этом Даже Те Кто Нам Мешает Но К сожалению Так Ситуация Такая Так Двигается Из-за Этого Медленнее Чем Хотелось Бы Спасибо Спасибо Спасибо